Фура с 20 тоннами моркови опрокинулась на трассе в Сосновском районе. Мешки с овощами перегородили проезжую часть. Образовалась многокилометровая пробка. Слово Али Согриной. Водитель большегруза вылетел из кабины через лобовое стекло и остался жив. Как он прокомментировал ЧП и есть ли еще пострадавшие, расскажу сейчас. Водитель по имени Ширали уверенным шагом ведет журналистов в кабине. На ходу рассказывает, будто побывал на съемках триллера. Машину на повороте круто занесло. Она начала петлять. Прицеп с овощами сорвался с крепления и перевернулся. Кабина тоже полетела на землю вместе с водителем и его напарником. Руль сильно держим. Мой напарник сюда падает. И он ногами ударил окна. Сломался. И он ходит. Я тоже ходил. Все. Камаз с овощами перевернулся на трассе в Сосновском районе. Водитель вез 20 тонн моркови из Казахстана в Екатеринбург. Десятки мешков со сладким сортом разбросаны по проезжей части. И водитель, который чудом не получил ни царапины, сейчас решает, как и куда складывать урожай. В обе стороны образовалась многокилометровая пробка. Пассажиры бросают машины и выходят на обочину. Сидели около часа в машине, наверное. Уже устали сидеть с апреля. Вот уже решил пойти пешком, просто поглядеть, что там случилось. Тут же на 33-м километре случается еще одно ЧП. Под капотом этого Камаза буквально закипела деталь. И ехать дальше водитель просто не может. Сейчас экстренно устраняет поломку. Кабину привязываю, чтобы до стоянки доехать. Так делать буду. Тем временем инспекторы окружают Широли. Им он рассказывает, что не справился с управлением на узкой дороге. И впервые в жизни вообще попадает в аварию. Госавтоинспекторы рассказывают от падения в обрыв. Фору спасли металлические ограждения. Совершил наезд на железное ограждение. Барьер на железное ограждение. Ну, две версии. Либо водитель уснул за рулем, либо у него отказали тормозная система. За повреждение барьеров Широли грозит штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. И возмещение продовольственных убытков. На асфальте раздавлено около тонны моркови. А в Магнитогорске на асфальте оказались десятки коробок коренных яиц. Их водитель вез на продажу и разбил в нескольких метрах от магазина. Скорлупа нескольких сотен яиц. Разбросано по проезжей части и периметру прицепа. Уцелевшие при падении коробки переносят в другой большой груз. И тут же их пересчитывают. В момент чипы у машины столпились зеваки. И есть подозрение, что кто-то мог просто воспользоваться ситуацией и похитить продукт. Водитель аварийной машины получил травму руки. Ему экстренно оказывают помощь. За кадром комментируют. В нескольких метрах от стебового магазина отказали тормоза. Невероятный кульпит сделала «Лада» в Ленинском районе Челябинска. Машина наехала на бордюр и приземлилась на крышу. Видео последствий покажем сейчас. «Лада» опрокинулась на крышу. И на проезжую часть отчится топливо. В любой момент может раздаться взрыв. Во время ДТП водитель машины был пристегнут ремнем безопасности. И поэтому не пострадал. Сейчас изучает повреждения автомобиля и вызывает пожарных. Утечку бензина удается остановить. И через несколько минут машину перевертыш поднимают с крыши. Водитель признается, его просто подрезала «Газель». Отчего «Лада» и вылетела на бордюр, а потом опрокинулась. Полную версию видео с места аварии смотрите на нашем сайте 1обл.ру в разделе онлайн-тв. Южноуральские полицейские задержали сбытчика крупной партии наркотиков. Молодой человек провозил синтетику в спичечных коробках, пачках сигареты и кошельке. Кадры оперативной съемки покажем далее. Этот молодой человек перевозит в машине крупную партию запрещенного порошка. В спичечном коробке находит перевязанный изолентный пакетик с наркотиком. Но это только начало обыска. Через пару минут обнаруживают целый запас сыпучим веществом, спрятанного не только в коробке из-под спичек, но и пачки сигарет и кошелек. Задержанный показал 17 мест с произведенными им закладками наркотических средств на территории города Южноуральска. По результатам экспертизы установлено, что изъятые вещества являются синтетическим наркотическим средством в количестве около 15 грамм, что и является крупным размером. 19-летнему молодому человеку грозит сейчас за 20 лет лишения свободы. Продал машину, в салоне которой оставил кредитную карту. Житель Южноуральска лишился 30 тысяч рублей со счета и сейчас пытается найти вора. Вот кадры похищения денег с кредитной карты Челябинца. Установлено, что их со счета мужчины снимала именно эта женщина в Троицке. В терминале дама обналичила 30 тысяч рублей и отправилась за покупками в продуктовый магазин. Выбрала деликатесы и оплатила их чужой картой. Сейчас воровку разыскивают и ей грозит до 5 лет колонии. В ноябре 2015 года владелец карты продал автомобиль, в котором вероятнее всего и осталась данная банковская карта. 15 марта 2016 года около 9 часов утра стали приходить смс-уведомления о снятии денежных средств с банковской карты. После чего владелец карты обратился в банк для закрытия счета и блокировки банковской карты, а также написал заявление в полицию. Продолжение следует...